Андрей Кислов, докладчик и студент-магистратурой Высшей школы экономики. Мне тоже интересно послушать, что происходит между Mail.ru и Высшей школой экономики. Очень приятно вас видеть. Моя миссия сегодня — рассказать немного о фундаментальных основах нейромаркетинга. Мы немножко занимаемся этим прикладным направлением у себя в центре. Хотя в действительности у нас много направлений от нейромоделирования, нейродинамического картирования, интерфейсов и так далее. Но эта область тоже занимает настойное место в нашей исследовательской повестке. Я сама биолог, а у себя в центре мы работаем бок о бок. С психологами, инженерами, программистами, медиками, физиками. Ближе к цели нашей сегодняшней встречи я бы хотела немножко поговорить о нейромаркетинге, но с точки зрения его как фундаментальной дисциплины. Как специалист в области психофизиологии я и мои коллеги тоже рассматривают эту дисциплину как один из аспектов мультидисциплинарной синтетической отрасли нейроэкономики. Даже вот это название нейроэкономика присутствует, вернее, это слово присутствует в названии нашего центра. Но если перефразировать, то нейроэкономика – это синоним науки о принятии решений. Может быть, такой не очень удачный термин, который сейчас используется для характеристики синтетической области науки о принятии решений. Но исторически так сложилось. И для нас, и для многих специалистов нейромаркетинг – это раздел этой новой отрасли о принятии решений, нейробиологии о принятии решений, которые предполагают использование нейротехнологий, методов нейровизуализации, работы мозга, активности мозга, методов нейрокартирования для оценки поведения потребителя. То есть психология занимается изучением поведения любого человека, психофизиология занимается изучением нейробиологии, мозговыми механизмами, нюансов нашего поведения. Ну а нейромаркетинг, исходя из наших представлений, это такая область, которая использует современные методы нейровизуализации для оценки и даже иногда предсказания поведения потребителя. Наверное, это очень оптимистический тезис и для нас, как ученых, и для тех, кто может это взять на вооружение в своих прикладных исследованиях. Огромная проблема в науке о принятии решений — это модельные и модульные представления о том, как решение происходит в мозгу человека и какие процессы сопровождают принятие решения. И одна из моделей, предложенная одним знаменитым нейроэкономистом Антонио Ренгелом, она суммирует несколько процессов вместе, которые утверждают, что процесс принятия решений предполагает прежде всего, что у нас имеется какая-то репрезентация, например, какого-то образа, например, зрительного. Если мы говорим о продукте, то у нас есть образ товара или товар. Дальше, чтобы выбрать, мы должны оценить товар. И оценка происходит через часто сравнение альтернатив. Например, у нас не один товар, а два товара. Чтобы выбрать, например, между одним и другим товаром, я должна оценить собственные характеристики товаров, сравнить эти альтернативы. Есть целая отрасль, которая занимается сравнением альтернатив. Это сложная вычислительная область, но, тем не менее, на основании результатов этого оценивания и сравнения альтернатив я как раз осуществляю свой выбор. Выбрав, кажется, что я должна оценить результат своего выбора и сделать выводы, какие-то инференции для своего будущего поведения. Это осуществляется за счет процессов, связанных с механизмами обучения. То есть я сравниваю полученный результат с ожидаемым результатом, и таким образом цепь замыкается. Вот такое модельное представление. Подобные модели на самом деле позволяют и прогнозировать, производить вычислительные операции, связанные с лаукой о принятии решений. Ну и, наверное, основной фокус на выборе с точки зрения нейробиологии и поведенческой экономики делается на представлении о том, что я выбираю между двумя товарами на основании субъективной полезности. Наверное, чтобы еще больше упростить этот тезис и утверждение, я могу привести такой пример. У меня может быть два варианта на выбор. Например, очень дорогое пирожное и, может быть, скромное яблоко. Но если я сижу на диете, для меня яблоко представляет большую субъективную ценность, потому что я решила сохранить фигуру. То есть вне зависимости от реальной объективной цены на товар, предположим, если мы говорим о маркетинге, я выберу товар с большей или опцией с большей субъективной полезностью. Ну и несколько тезисов о понятии полезности. Может быть, кто-то здесь находится, кто больше знаком с экономикой, теорией экономики, микроэкономикой, чем я биолог. Но, тем не менее, мы берем в своей нейробиологической науке тоже какие-то понятия, аксиомы из смежных областей экономики. И, кстати говоря, в своем центре мы тесно сотрудничаем и с экономистами, с Неждународным институтом экономики и финансов. Они проводят у нас свои исследования, занимаются различными микроэкономическими проблемами, там, временном дисконтировании, но это отдельная проблема. Ну так вот, для биолога вот эта самая субъективная полезность или utility, как это по-английски называется, в действительности это способность удовлетворить потребность. Вот если я нахожусь в пустыне, для меня глоток воды будет очень значимым и ценным по сравнению с тем, как если бы я сидела там на берегу Ладожского озера, и вот передо мной целое море воды. То есть ценность, безусловно, глотка в тех или иных условиях, она разная. Ну вот такая вот, в общем-то, тривиальная достаточно идея. Итак, мы говорим о том, что параллельно с субъективной мерой, в рублях, существуют субъективные меры ценности. Мы только что их обсудили. Но с точки зрения биологии, и это то, что биология привнесла в экономику, оказалось, что субъективная ценность может иметь объективную меру. Вот, например, еще некоторое время назад существовала проблема кардинальной и ординальной полезности. Вообще полезность была измерить сложной, ее мерили часто по отношению к другой полезности. Говорили об ардинальной полезности, даже существовал анекдот, как один экономист встречает другого и спрашивает, как твоя жена. Тот, во-первых, говорит, по сравнению с чем. То есть в действительности, с точки зрения объективных механизмов оценки этой самой ютилити, существовали некоторые проблемы, которые, конечно, в экономике решаются, но другими способами. А в биологии оказалось, что по оценке активности нейронов, их разрядов, можно измерить эту самую полезность или субъективную ценность. А дальше больше. Оказалось, что это не только возможно оценить прямо на остелоскопе. Если, например, животное очень ценит какую-то награду, то его нейроны будут биться просто интенсивнее. Но оказалось, что в мозгу и животных, и человека существует единая система, которая занимается оценкой полезности, по-английски valuation. Это дофаминергическая система, частью которой являются определенные области. Это прилежащее ядро, вентральный стриатум, орбитофронтальная гора и другие. И, говоря уже о подкорковых структурах, таких как тигментум. И, собственно, вырабатывается этот самый специальный гормон, дофамин. Специальная молекула, которая участвует помимо процессов принятия решений еще в массе других процессов. Без дофамина нет движения, моторная активность вся основана на работе этой молекулы. Но сейчас нас интересует, пожалуй, эта система с точки зрения принятия решений. Так вот, оказалось, что есть ключевые структуры в мозгу, которые, а, порабатывают дофамин вентральным стриатумом, а дальше посылают его в вентральный стриатум, в его часть, прилежащее ядро, откуда проекции дальше идут в орбитофронтальную или префронтальную кору и так дальше. То есть это, на самом деле, важное знание с точки зрения кортирования. Имея представление о так называемых областях интереса, мы можем ожидать, что когда мы сравниваем, например, альтернативы или мониторим выбор одного товара или другого, мы можем и должны даже обратить внимание на работу определенных структур, прилежащего ядра, скажем, и медиальной префронтальной коры. У животных это можно сделать, например, методом вживленных электродов. Но у человека невозможно выяснить ничего такими сложными методами. Поэтому используются медицинские методы сканирования мозга, в том числе функциональная магнитно-резонансная томография. Андрей расскажет о том, какими методами он пользуется в своих исследованиях. Это накартирование методом электроэнцефилографического имиджинга. А я сейчас сфокусируюсь на так называемой функциональной магнитно-резонансной томографии. Этот метод привлекателен тем, что он позволяет очень точное пространственное кортирование. Вот Андрей расскажет о точном временном кортировании методом ЭЭГ. А мы сейчас посмотрим, чего можно достичь, используя такой сложный прибор. Хотя, наверное, некоторые из вас проходили сканирование методом МРТ. Я, например, проходила. Это, на самом деле, не бесполезная процедура. Если у вас есть трехмерный скан и снимок вашего мозга, то это, на самом деле, хорошая штука. Не дай бог, что случилось. А вот представление о том, как выглядел ваш интактный мозг, есть это, по сути дела, как снимок ваших зубов перед тем, как вы идете к стоматологу. Так или иначе, используя эту методологию, некоторые ученые, нейроэкономисты, в том числе группа Брайана Кнутсена и Стэнфорда, задумались о том, как можно тестировать оценку альтернатив принятия решений в сканере. И они разработали такую очень интересную микроэкономическую игру, которую они назвали «Игру с отложенным вознаграждением», потому что это дикий перевод, она по-английски звучит более благозвучно, «Monitor Incentive Delay», для того, чтобы тестировать этот процесс выбора. Я могу сказать, что в экономике существует много игр, которые позволяют моделировать, прогнозировать, тестировать поведение экономического субъекта. Это игра в «Диктатор», это игра в «Ультиматум», наверное, многие слышали о «Алтимейтем гейм», «Диктейтер гейм» и различные игры по тому, как люди, например, делят деньги, как они относятся к тому, как поделили деньги и так далее, и так дальше. На самом деле эти игры пошли в нейробиологию и активно используются для тестирования поведения человека, и не только в экономических обстоятельствах. Так вот, обратно к этой самой экономической игре. Было придумано, что можно тестировать процесс оценивания и сравнения альтернатив, заставив испытуемого в сканере играть в такую игру. Ему надо поймать цель, target по-английски, нажав на кнопку как можно быстрее. Но в определенных обстоятельствах. Иногда эту цель надо поймать за 5 долларов, иногда за 25 центов. А узнаешь ты об этом, если ты обратил внимание на так называемый ключевой стимул, подсказку, которая предъявляется за два слайда доцелевого стимула. В данном случае это кружочек, какой-то визуальный образ. И вот на нем три такие полосочки. Количество полосочек коррелирует с разным вознаграждением. Три полосочки — 5 долларов, одна полосочка, скажем, 20 центов. То есть, начиная играть, скажем, я играю 80 раз, я знаю, что этот раунд мне говорит о том, что я могу выиграть, если нажму очень быстро, 5 долларов. И действительно, если я успела нажать, там, конечно, есть свои хитрости, я получаю 5 долларов, о чем мне говорит экран, на котором появился результат игры, и даже кумулятивная сумма выигрыша или проигрыша, в зависимости от того, это игра на выигрыш или на проигрыш, я увижу. Окей, я лежу в сканере, играю в такую игру. И что? Так вот, оказалось, что если я сравню, например, самые большие выигрыши с маленькими, если я биолог это сделаю, я увижу, что на вот этот дифференциал между большими и маленькими выигрышами, иногда между выигрышами и проигрышами, будет активироваться вот эта область, а это и есть область прилежащего ядра. Помните, я вам говорила слайд назад, что это область феминергической системы, которая как раз активна, когда происходит процесс оценивания. Таким образом, по активности этой области, а это месседж такой вот прикладной уже, можно задуматься о том, что существует вероятность, что я оценю величину выигрыша по активности этой области. И это фундаментальное исследование. А почему мы делаем такой вывод? Вот если эту горящую пламенем точку прилежащего ядра разложить во времени, то вот как раз видно, что когда у меня был ноль выигрыша, вот у меня точечки, активность этого ядра низкая. Это временное разрешение по оси ОХ. Когда у меня было 5 долларов, вон активность как возросла. Это просто относительно единицы активности по вот этому самому так называемому болт-сигналу, сигналу соотношения оксигенированной и диоксигенированной крови. Но я не буду вдаваться в подробности этого метода, но могу сказать точно, что активность на большой, 5-долларовый и мизерный выигрыш будет разная. Вот в этой области. Это факт. Он реплицируется, он повторяется у 1, 2, 20 исследования. Конечно, это групповая картинка, но все то же самое повторится для каждого испытуемого в сканере. А дальше больше. Где-то спустя некоторое количество лет Брайан Кулсон и его коллеги задумались над тем, что интересно протестировать то, как мы выбираем, покупаем, вообще осуществляем покупки в сканере. И что они придумали? Они решили, окей, ну хорошо, наши товары будут в шоколадке. Хорошо. И мы разделим процесс покупки в сканере, думали они, на некоторое количество стадий. Это, конечно, презентация продукта, представление о его цене, время подумать и выбрать. И дальше все начинается снова. То есть некоторое количество, вот раз я играю в эту игру. Я лежу в сканере, мне предъявляется фотография шоколадки Годилы, моя любимая, 7 долларов, дорого или дешево. Надо принять решение, покупаю я или нет. Действительно. То есть испытуемому давалась некоторая сумма денег, и правда он мог купить шоколадку, более того, получить ее потом, после сканирования. Все это совершенно реальное исследование. Дальше я немножко отдыхаю в течение двух секунд. Окей. То есть в данном случае исследователи задумались о мозговых коррелях покупки. И оказалась очень интересная вещь, что в момент оценивания, в момент впечатления о том, какое мое предпочтение, активировалась все та же область, область прилежащего ядра. В момент оценивания адекватности цены активировалась префронтальная кора, медиальная префронтальная кора. Помните, та кора, которая получает проекции от вентрального стриатума, по сути дела, тоже вовлеченная в эту сеть дофаминергическую принятие решения. Ну а область так называемая инсула, область лимбической системы, ответственная за эмоциональную реакцию, активировалась, когда я задумывалась о результатах покупки. Правильно я или неправильно сделала, что выбрала, главное заплатила за этот товар. С одной стороны все тривиально, но с другой стороны это очень позитивный месседж для прикладных ученых, потому что это дает какие-то реальные факты и инструменты, чтобы оценить, пощупать и предсказать поведение потребителя пока в сканере, пока в такой, наверное, сложной процедуре и дорогом устройстве. Но, тем не менее, достаточно робастные эти результаты. Пожалуйста, помните, это групповая картинка, все-таки это результаты просуммированные, скажем, по 20-30 испытуемым, которые находились в сканере. Ну и последняя группа слайдов моя посвящена моей любимой теме, которой, кстати говоря, Андрей тоже начал заниматься под руководством Василия Андреевича, профессора Василия Андреевича Ключерева. Это нейропрогнозирование или нейропредсказание. Тоже такой, на самом деле, такой flimpant немножко термин, нейрофокастинг. Ну как его перевести на русский? Но кажется, вот с моей точки зрения, это абсолютное будущее нейромаркетинга. Ну, наверное, в дополнение к тому, чем занимаются UX и Андрей здесь. Что же это такое? Наверное, логично для многих из вас окажется мысль, логичной покажется мысль о том, что интересно было бы по поведению ограниченной людей, группы людей, выборки в сканере предсказать или сделать выводы о том, как поведут себя потребители, большое количество потребителей, популяции потребителей на рынке по отношению к этому товару. То есть, в действительности, идея очень простая. Но вот, так сказать, потребовалось какое-то время, чтобы ее сформулировать. А сейчас, я бы сказала, даже такой бум по тестированию ее. То есть, можно ли сделать генерализованное не то что выводы, а предсказание о поведении потребителей на рынке по лимитированной группе людей в сканере. И как мы сейчас с вами увидим, оказывается, да, по крайней мере, групповая статистика нам показывает, что это возможно. Я хотела бы поменять три исследования, первое из которых, наверное, было первым. Это исследование Эмили Фальк из Мичигана, такое пан-американское, где тестировалась эффективность антитабачной компании. Выбрали fMRI-сканирование как инструмент. И предсказание было такое, что, опять же, вот эта самая фан-энергическая область, в данном случае была выбрана область интереса, медиальная префронтальная кора, будет эффективно предсказывать вот эту самую эффективность этой антитабачной компании. Пригласили какое-то количество курильщиков, была разработана реклама, всего было 10 рекламных роликов, их поделили совершенно рандомным образом на компанию А, компанию Б, компанию С, то есть 3, 3 и 4. Попросили оценить по опросникам собственно эффективность этой компании, задавались определенные вопросы, тронула меня эта компания, там брошу ли я курить, после того, как я увидела эту компанию, и ранжировали эти компании. И вот какое-то распределение получилось, где компания Б, состоявшая из трех просто рандомно выбранных роликов, опережала по своей эффективности две другие, скажем, А и С. Окей, fair enough. Дальше эти ролики были запущены на телевидении, люди стали звонить на горячую линию вот этого самого общества американского по борьбе с раком и с курением. И по результатам вот количества этих самых звонков опять была отранжирована эффективность компании, оказалось, что в лидеры выбилась компания С. Окей, а что случилось дальше? А дальше маленькую выборку из 30 курильщиков пригласили на сканирование и отсканировали их мозг. Стимулами были все те же самые группы роликов А, Б и С. И вот что получилось. Оказалось, что реакция мозга вот в этой области, медиальной префронтальной кореи, префронтальной кореи еще называют, практически совпала с результатами компании на большой когорте. То есть количество звонков было предсказано по реакции мозга человека в сканере, но никак не было предсказано по опросам. Затронула, так сказать, эта компания курильщика, не затронула, хочет он, не хочет. То есть письменно он ответил неправильно по отношению к популяционным результатам, по отношению к тому, что сказал его мозг. Второе исследование, которое мне очень нравится, тоже свидетельствует о потенциальной возможности этого метода по отношению к оценке эффективности рекламы, но это исследование группы Грегория Бернза было сделано случайно, в смысле открытие, которое они сделали. Грегори Бернз тоже один из ведущих нейроэкономистов, специалистов области принятия решений, и оценивал он на самом деле, какие области отвечают за ваши предпочтения музыке. Он предъявлял молодежи в сканере музыкальные клипы, они были совершенно неизвестные. Он даже опубликовал статью где-то на 4 года раньше, где показал, что определенные области, в том числе медиальная префронтальная кора, активировалась, когда вам ролики нравились больше или клипы музыкальные, чем когда они нравились вам меньше. А потом им попалась информация о успешности продаж этих тогда неизвестных роликов, а через 4 года они стали известными, и они просто прокоррелировали данные рынка об успешности продаж роликов с данными сканирования. Просто достали свои старые данные. И что получилось? Оказалось, что вот эта самая область, область прилежащего ядра статистически значимо коррелировала, вот регрессионная кривая, с продажами роликов. То есть, по сути дела, наблюдалась положительная корреляция. То есть, эта самая активация может предсказывать успешность продаж, ну, например, музыкальных клипов. Ну, хорошо. Дальше больше. Группа Брайана Кнотсена заинтересовалась о том, можно ли предсказывать успешность, ну, например, микрозаймов на реальном рынке, на реальном сайте, сканируя активность мозга ограниченной группой испытуемых. И что они сделали? Они взяли эти, апилс, как они называются, заявки сайта, реального сайта микрозаймов Кива, выбрали тоже около 80 заявок и стали предъявлять их группе испытуемых в сканере. Они брали заявки, немножко их переформатировали, определяли вначале фотографию того, кто просил деньги. А в сканере лежит человек, которому дают денежку, у него такой эндаумент фонд, и вот тебе 50 долларов, и ты можешь решить, поддержать заявку или не поддержать заявку, реальную заявку. Дальше испытуемый, я лежу в сканере и читаю информацию текстовую об этой заявке. Дальше я принимаю решение половину своих денег отдать и поддержать эту заявку или нет, или оставить деньги у себя. И так 80 раз. Когда я выхожу из сканера, мне говорят, действительно, мы выберем одно из твоих решений рандомным образом и профинансируем заявку. Конечно, к моменту проведения эксперимента заявки уже были отобраны, профинансированы или нет, но мне присылают результаты, через полгода говорят, мы выбрали наиболее соответствующему твоему выбору заявку и ее профинансировали. То есть обман, но маленький. Что получается? Оказалось, что та же самая область, область прилежащего ядра, ее активация положительно коррелировала с суммарной статистикой профинансировать или не профинансировать ту или иную заявку. Таким образом, речь идет о том, что даже успешность микрозаймов можно оценивать в сканере. Это, конечно, очень позитивное исследование. И, я думаю, группа фактов, которые свидетельствуют, наверное, об огромном потенциале методов и возможностей нейросканирования, главной генерализации этих самых выводов или результатов исследований на поведение потребителя на реальном рынке. И сейчас, конечно, некоторый бум такой наблюдается. У нас есть такое общество нейроэкономики, каждый год мы ездим, оно, конечно, в большей степени американское, и огромное количество групп пытается тестировать, например, способность по активности мозга в сканере предсказать, например, продажи акций на рынке и так далее, и так дальше. То есть, в действительности, кажется, что потенциал этого метода действительно очень велик. И, конечно, используются сложные модели, пытаются в одну и ту же модель объединять результаты и все вести, то есть вот этих самых опросников, и результаты сканирования мозга, и результаты, например, сканирования мозга, связанных просто с эффективным восприятием. Вот в этом, например, исследовании последнего Брайана Кнутсона очень большой предсказательной способностью обладала активация или активность этой области прилежащего ядра, но не меньше мозг реагировал, например, на приятность фотографии. Там, по-моему, 70% предсказаний, дадите вы деньги или нет, на самом деле основывались просто на восприятии фотографии. Это же подтверждало, кстати говоря, и опросниковые. Вот там эта корреляция была очень высокой. Вот. Поэтому потенциал в подобного рода исследованиях и в объединении исследований сканирования, нейровизуализации и опросников и других методов инструментов маркетинга, он, конечно, необычайно высокий. И с точки зрения моделирования тоже большой, использование моделей регистрионных, множественной регрессии и так далее, и так дальше. Вот. Это вот был такой мой позитивный посыл сегодня вам, вашу аудиторию. Спасибо большое. Можно микрофон? Спасибо большое, Анна. Не уходите, пожалуйста, от нас. Я думаю, что наверняка есть вопросы. Я думаю, что их немало. Давайте я останусь у кафедры, постою. Здравствуйте, Никита. Вопрос по поводу выборки. Нейромаркетинг часто критикуют вот именно с точки зрения выборки классические маркетологи. Вот в тех кейс, которые вы показали, там 30-50 человек выборка. В первом достаточно просто, курят, не курят. Там просто с целевой аудиторией. Вторая — это просто заявки. Как вообще делать выборку, чтобы исследование было достоверным? По каким критериям это делается? Обычно выборку делают рандомно. В идеальной ситуации, в реальной ситуации, вы, конечно, приглашаете студентов, которые проходили мимо вашей лаборатории. В исследовании Эмили Фальк, действительно, спасибо, что вы заметили, была очень тщательно проведена работа по выбору испытуемых. Это были курильщики. Их действительно опросили, у них была там история, и эти люди хотели бросить курить. В зависимости, конечно, от цели ваших исследований. Если это социальная реклама, и вы тестируете какие-то группы, на которые она направлена, конечно, это будет выборка из этой сферы. Обычно в нашей лаборатории это, конечно, здоровые студенты. Если, например, ну вот хороший пример, если это, например, будет социальная реклама, направленная на похудение, ну, наверное, такой фокусной аудиторией будут те люди, которые хотят похудеть. Ну, наверное, они будут, так сказать, немножко больше весить, чем средние. В действительности, вы абсолютно правильно сами заметили, что выборка зависит от цели вашего исследования. Конечно, генерализация требует рандомной выборки. И по полу, возрасту и так дальше. По социальному статусу, пожалуйста. Здравствуйте. Радим, смотрите, вот вы привели несколько, ну, успешных, так скажем, кейсов, да, так назовем. Вот. Насколько вообще, то есть, были, вот, не знаю, в количестве или в статистику опытов, и насколько они там, то есть, также коррелируются с реальными данными и данными, которые получили в результате вот этих сканирований. То есть, ну, в любых разных, различных, так скажем, областях. Понятно, да, вопрос? Может быть, я не совсем поняла, но, наверное, я плохо объяснила. Вся идея вот этих вот исследований по нейропрогнозированию, она основана на том, что вы получаете результат на маленькой выборке в сканере, а потом вы берете результат либо опроса, либо там количество звонков, если это вот антитабачная компания, либо количество поддержанных, неподдержанных заявок, и там они уже оцениваются, эти выборки, сотнями и тысячами, да, вот, и все, что вы делаете, вы на самом деле коррелируете эти результаты, конечно, вы их суммируете, но в конечном итоге вы наблюдаете или не наблюдаете корреляцию, как на самом деле иногда осторожно пишут, ассоциацию между этими результатами, то есть маленькой выборкой в сканере и большой выборкой там в поле, там, полученной в результате какого-то большого опроса и так далее, и так дальше. Да. Здравствуйте. А вопрос такой, вот скажите, лет через 10, например, вы научитесь дозировать выплески дофамина, доставлять его в нужные участки мозга, еще лет через 20 вы еще что-нибудь придумаете, будет как вот в этом, в рассказе Станислава Лема, где педаль и в центр удовольствия, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, это мозг такой, механизм, которым вы будете управлять полностью, или все-таки там, ну, скажем так, свобода воли, насколько она существует? Да, вот как раз наша группа Нароэкономики под руководством профессора Ключерева, она занимается этой проблемой и свободой воли в том числе. Более подробно, вот Василий Ключерев, он занимается, например, проблемой конформности, вот как там, ваше мнение влияет на мое поведение. Конечно, результаты исследований Василия Ключерева, они больше говорят о такой механистической, да, идее, о таком некотором детерминизме, что, во-первых, а, по активности мозга можно делать какие-то даже предсказательные суждения о поведении, во-вторых, что все действительно детерминировано вот работой этой самой дофаминергической системы. Ну, конечно, это все невозможно доводить до абсолюта, потому что дофамин – это только один из медиаторов, да, у нас в мозгу огромное количество медиаторов, конечно, ну, несколько десятков точно есть. Это первое. И система не одна, не только дофаминергическая. Даже здесь мы видим, например, активацию, то, что архаически называется лимбической системой, но на самом деле система, вовлеченная в эмоции. Кстати, говорят, то, что называется центром удовольствия, на самом деле это не центр удовольствия. Но и это даже не так важно. Во-первых, в мозгу все очень сложно. А смоделировать это практически невозможно. Я имею в виду, 100% ваше предсказание никогда не будет работать. Это также факт. Но, в принципе, доля детерминизма в этих самых исследованиях, она, конечно, есть. И механического, механистического подхода к работе мозга так же, как бы мы ни критиковали это. Ну, вот такой подход, такая теоретическая модель. Вы даже очень правы в своем обсуждении. Добрый вечер, меня зовут Юрий. Мне к вам два вопроса. Первый вопрос. Когда вы, мы говорили о ценности деньги, вообще условия ценности, ценности мы говорим, вы брали, американцы брали плоско по их нему деньги, самая ценность, что есть, это доллар. Хорошо. Как эксперименты делались на одной расе или на всех расах, потому что мы знаем, что воспитание, ментальность разная, воспитание разное. Допустим, есть индейцы, допустим, есть индусы, есть восточная ментальность, совершенно другие ценности, абсолютно другие ценности. И вопрос второй. Насколько гуманно, законодательно, насколько на уровне закона разрешается делать такие эксперименты и передается ли не военным? Спасибо. Вы так сразу много вопросов задали. Давайте я начну с конца. У меня плохо с рабочей памятью, военному точно ничего не передаем, все сразу публикуем в самой свободной печати, в научных журналах. И они еще рецензируемые, поэтому это все всегда очень взвешенное решение. наша публикация. Второе. Кросс-культурные различия это очень важная тема. А? Ментальная. А ментальная что? Я забыла уже. Ментальная человека. Менталитет человека. Ну да. Либо кросс-культурные различия. Это очень важная проблема. И она редко, но учитывается и должна все больше учитываться. Конечно, ментальность и воспитание и даже генетические факторы действительно влияют на поведение человека и тому есть огромное количество доказательств. Да, мы должны эти самые исследования не то, что должны, хотелось бы их повторить и в других условиях, и в других популяциях, и в других странах, с другим доходом, другими привычками потребления. Если мы говорим о маркетинге, конечно, культуру потребления чего бы то ни было, от еды до чего угодно, она разная. Было бы очень интересно все эти исследования, покуда американские, повторите, у нас здесь. Мы сейчас занимаемся большим проектом по нейрофокастингу, Эйвот Андреев вовлечен в него, и надеюсь, что у нас появятся скоро результаты. Они не будут напрямую сравнимы с теми, что я вам показала, но это тоже будет очень интересно и первое исследование в России. Убеждена, что таких драматических различий по нейробиологии предпочтений, конечно же, не стоит ожидать, но тонкости и нюансы было бы очень полезно знать, например, с точки зрения борьбы с ожирением, как мы предпочитаем не предпочитаем еду, по отношению к курению, по отношению к другим вредным привычкам или каким-то сомнительным товарам. Это все очень важно. Спасибо. Добрый день. Мне такой вопрос. Вы в своем выступлении озвучили, что в 70% случаев положительное решение о осуществлении того или иного действия человек принимает, глядя на красивую картинку. Это просто результаты конкретного эксперимента показали, что результаты регрессионного анализа говорили об очень высокой корреляции привлекательности фотографий того, кто просил о деньгах и тем, что он их получил. Можно ли, скажем, то же самое мысль экстраполировать на электронную коммерцию? Допустим, взять два каких-то кейса. Один контент на сайте, где очень большое количество текстовой информации. И второй случай, когда информации не так много, но очень большое количество суперидея. Я просто интересно, если бы проводились ли исследования, которые подтвердили бы эту гипотезу, что пользователи скорее приобретят товар там, где больше качественных изображений, нежели там, где информативная сайт. Мне кажется, вы каждый день это подтверждаете, когда приходите в супермаркет с заваленной красочной рекламой. Я говорю про электронную коммерцию. Про электронную давайте попробуем сделать такое исследование. Обратитесь в экс-лабораторию. Мне кажется, это очень хорошая нулевая гипотеза. Нет, нулевая гипотеза это то, с чего вы всегда начинаете делать исследования. Она даже противоречит вашему суждению. Всегда отталкиваетесь от обратного. Я думаю, что в этом есть смысл. Извините, давайте самый последний вопрос. Скажите, вот вы упомянули об исследовании по поводу успешности продажи акций. А вот как там с аудиторией все-таки это такой специфический продукт акции? И там какая выборка была? Были ли это потенциальные инвесторы? Или, грубо говоря, там мозг домохозяйки тоже говорила о том, что акция будет успешной и не нужно чего-то знать и можно быть просто домохозяйкой? Я пыталась для вас сегодня найти публикацию. Следователь, от которого я это слышала, это Мера Сталин. Она сейчас работает в Стэнфорде под руководством, наверное, Брайана Кнутсона самого. Я, только у меня в руках был ее доклад. Значит, корреляции там очень низкие. В действительности 60% и то они там моделируют все вместе. Это были инвесторы. Давайте подождем их статью. Это очень релевантный и интересный вопрос. Я вот совершенно не док, не знаток сток-маркета, но в действительности это такой очень, как сказать, по-русски. Ну, в общем, это, наверное, самое сейчас интересное и самый такой острый вопрос. В общем, это челлендж. Результатов пока статистически бесподобно значимых там нет. Все немножко с иронией к этому относятся, но в действительности, конечно, потенциал там тоже огромный. Это только одно исследование? Нет, там, наверное, я думаю, ряд исследований, и Мира, она давно этим занимается. Там же еще есть вопрос о длительности этого предсказания, о том, какую они берут выборку собственно со сток-маркет, на какую там часть кривой они смотрят и с чем они пытаются это коррелировать. Там есть свои нюансы, к сожалению, вот публикации в руках у меня нет, но это вот будет группа Брайана Кнудсона, а автором будет, наверное, Мира Сталин. Сталин через два его. Спасибо. Вот.